как это работает общими словами дирижабль это большой шар наполненный гелием с мотором для движения вперед экипаж и пассажиры находятся в гондоле подвешенный внизу когда есть вот такая поддерживающая рама это дирижабль жесткой системы если каркаса нет это дирижабль мягкой системы оболочка сделана из пятислойной полиэстеровой ткани она легкая но выдерживает суровую погоду и ультрафиолетовые лучи бригада наполняет шар гелием инертным негорючим газом в задней части баллона есть руль и стабилизаторы для управления дирижаблем на заводе каждый каркас стабилизатора делают из прочного легкого углеродного волокна рабочие покрывают его слоем клеем и крепят к полиэстеровой ткани дирижабля а потом еще раз мажут клеем чтобы запечатать швы теперь утюгом делают термообжим чтобы ткань натянулась этот процесс повторяют с двумя дополнительными слоями ткани теперь красят в белый цвет стабилизаторы крепят на баллон стальными тросами в сочетании с веревкой тросы закреплены неподвижно а гибкая веревка позволяет дирижаблю слегка изгибаться в полете система тросов и шкивов связывает руль и стабилизаторы с кабиной экипажа у пилота есть ручки управления щитками регулируется высота подъема а руль отвечает за горизонтальные повороты конструкторы проверяют нет ли внутри и снаружи микроотверстий через которые может утекать гелий чтобы устранить пробоину техники закрывают ее кусочком пленки а потом мажут клеем по кругу сверху приклеивают круглую заплату из того же материала что и весь баллон чтобы все хорошо приклеилась шпателем выдавливают воздух и лишний клей дирижабли летают на двух бензиновых двигателях рабочие поднимают их в двигательный отсек задней части гондолы для безопасности острые лопасти пропеллеров убирают защитный кожух по одному пропеллеру на каждой стороне когда лопасти пропеллера вертится дирижабль может двигаться задом наперед не включая двигатель в кабине экипажа есть прибор для измерения уровня газа так как во время подъема гелий в баллоне расширяется и пилоту нужно уменьшить давление внутри баллона чтобы он не взорвался в случае крайней необходимости пилот может открыть вентиль чтобы выпустить гелий чтобы проверить гелевый клапан техники надувают баллон сжатым воздухом а по краям наносят жидкость появившийся пузырек указывает на утечку которую надо устранить клапан открывается и закрывается с помощью тросов и рычагов в отличие от электронных приборов тросы в случае чего можно починить прямо в воздухе внутрь баллона помещают специальные мешки с воздухом показанные серым на этой диаграмме для подъема в воздух пилот сдувает их и надувает когда надо опуститься рабочие закрепляют баллон и гондолу тросами ремнями и скобами и заполняют водой балластную емкость в критической ситуации экипаж может сбросить воду для повышения летательных качеств кроме того в гондоле есть 10 килограммовые мешки со свинцом перед стартом пилот измеряет вес дирижабля вместе с пассажирами оборудованием и топливом на борту потом экипаж заносит достаточное количество свинцовых мешков для равновесия во время хранения нос дирижабля привязывают к мачте перед самым вылетом грузовик вытягивает мачту из ангара и все в руках экипажа вернее вся гондола до взлета